граждане молдовы хвастаются платежками за газ и публикуют их в соцсетях потому что цены теперь в этой стране ура ура сблась украинская мечта почти европейские например квитанции поделился мэр кишинева иан чабан 4293 лея или 17 тысяч 800 рублей платежку показал и глава молдова газа вадим чабан добавив что был напуган суммой ему придется заплатить 5230 леев или двадцать одну тысячу 700 рублей при том что минимальная гарантированная зарплата в реальном секторе в молдове 3500 леев или 14 тысяч пятьсот двадцать пять рублей а минимальная зарплата бюджетников около 3000 100 леев то есть 12 тысяч восемьсот пятидесяти рублей сейчас молдова платит 647 долларов за тысячу кубометров между тем на европейских биржах цена за тот же объем газа превышает 1000 долларов но даже при этом молдова газ с трудом справляется с платежами по контракту с газпромом и тут прекрасно выступил все тот же глава молдова газа оказывается и здесь россия вот точно виновата гадалки не ходи или к уважаемому госсекретарю сша энтони блинкину кишинев привык записывайте получать газ в рассрочку да еще и в долг с намеком конечно чтобы потом вообще ничего не отдавать согласитесь у нас появился новый шикарный конкурент киеву где заявили что германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по северному потоку 2 за счет других стран считает глава нафтогаза украины юрий витренко о сколько нам открытий чудных кажется принесет 2022 год впрочем вернемся в молдавию где местный газовый оператор сейчас снова и снова пытается получить отсрочку для оплаты аванса газпрому на период до 20 февраля заявил председатель правления вадим чабан компания до конца января обязана отдать газовому гиганту россии 65 миллионов долларов авансового платежа на сегодня есть только 40 миллионов где взять недостающие 25 миллионов долларов пока непонятно честно признаются молдавские власти хотя вот тоже согласитесь беном ньютона а что попросить в европе или у друзей в сша не выходит нет не выходит ведь на вопрос журналистов о том что может быть поискать альтернативу российскому газу без молекул свободы и вообще самому грязному на стороне все тот же вадим чабан заявил цитируем сегодня нет возможности покупать дешевле чем у газпрома поставим на этом точку слабак согласитесь спросил бы в киеве как надо там все постоянно берут хоть в 10 раз дороже но чтобы только типа не из москвы хотя есть и хорошие новости власти независимой страны разрешили собственному населению не платить за голубое топливо видите как оказывается можно было пока в европе местные энергетические компании замерзающим хоть англичанам хоть немцам советы раздают котами греться крутить обруч некоторые даже издевательски теплые носки прислали своим абонентам с тонким намеком что дальше могут быть и белые тапочки председатель парламента молдавии игорь гроссу обратился к руководству а о молдова газ с просьбой не отключать население из-за накопившихся долгов я могу уверенно заявить что мы не допустим отключения это было бы кощунством сказал замечательный чиновник и добавил обращаюсь к молдова газ прошу не прибегать к этим мерам даже если у кого-то накопились задолженности они накопились не потому что люди умышленно не хотят платить они накопились из-за того что цены растут и они неподъемные для простого потребителя что будет дальше конечно покажет время тем более на самом деле молдавия вместе с преднестровьем потребляет около 3 миллиардов кубометров газа что сопоставимо с потреблением одной средней газовой электростанции в российской федерации напомним для понимания что газпром поставляет за рубеж всего в районе 200 миллиардов кубометров газа однако надо помнить что новая молдавская власть демонстративно проводят политику которую нельзя охарактеризовать иначе как антироссийскую но по этому поводу у нас есть старый добрый анекдот специально так сказать для президента май санду жила была девочка в чем собственно сама и виновата а значит все это далеко не конец истории